Салют! Меня зовут Елена. Я – виртуальная ведущая. Представляю вам мастер-класс по созданию приложений для платформы SmartMarket. Платформа SmartMarket – это отличная площадка для продвижения ваших товаров, услуг, образовательного или развлекательного контента. Мастер-класс будет полезен как начинающим, так и опытным специалистам. Его проведет руководитель разработки смартапов Виталий Ракитин. Виталий расскажет и покажет, как сделать собственный Canvas App с виртуальным ассистентом. И вы сможете самостоятельно создать и опубликовать приложения для платформы SmartMarket. Смотрите сами. Начинаем! Всем привет! Меня зовут Ракитин Виталий. Я руковожу командой разработки Smart Apps. И прямо сейчас я расскажу вам, как можно быстро превратить свое веб-приложение в Canvas App, добавить в него виртуального ассистента и разместить на платформе SmartMarket. Наш мастер-класс состоит из трех частей и является пошаговой инструкцией к созданию приложений. Итак, платформа позволяет создавать мультимодальные приложения, именуемые Smart Apps или, как мы говорим, смартапы, которых есть три основных типа. И первый из них — это чатапы. Чатап — это классическое приложение-навык для виртуального ассистента. Они представляют из себя последовательный диалог с пользователем, с возможностью использовать голосовые реплики, различные визуальные элементы, карточки, кнопочки и картинки. Второй тип — нативные апы. Это полноценные Android-приложения, адаптированные под девайсы. Ну и последний, совершенно новый тип приложений — это Canvas App. Они сильно проще в создании, чем нативные приложения, однако позволяют нам раскрыть весь потенциал экрана, который имеется у наших девайсов. Именно про него мы сегодня поговорим. Давайте сразу начнем с примера и расскажу вам про приложения, которые мы сделали сами — SuperChef. Основной кейс в данном случае — это пошаговая готовка. Где, как ни на кухне, может быть полезен виртуальный ассистент? Представим, что это был бы обычный чатап. Так, присутствие виртуального ассистента дает нам массу возможностей. С помощью голосовой команды легко засечь 30 минут, пока пирог готовится в печи. Быстро пересчитать ингредиенты на другое количество порций. И, что немаловажно, удобно навигировать по самому рецепту без помощи грязных рук. Все это очень здорово, но есть одно «но». Давайте просто послушаем. На низкой скорости миксера введите в белки уксус, затем крахмал. Взбивайте до устойчивых пиков. Взбивайте до устойчивых пиков. Что? Пики? Какие пики? Если честно, когда я впервые это услышал, мне даже в голову не пришло, что так можно описать консистенцию. Сейчас давайте посмотрим. На низкой скорости миксера введите в белки уксус, затем крахмал. Взбивайте до устойчивых пиков. И с соответствующей картинкой все сразу стало ясно. В этом и есть вся магия виртуального ассистента с экраном. Он помогает объединить в себе ширину функциональности голосовых помощников и аппетитную, вкусную и, что немаловажно, понятную картинку, которую можно приготовить самостоятельно. Это и есть Canvas App. Canvas App – это обычное классическое веб-приложение, которое почти ничем не отличается от любого другого, за исключением всего лишь одного единственного фактора. Помимо пользователя и нашего приложения, с нами всегда рядом есть виртуальный ассистент, который постоянно рядом и готов помогать. Наверное, самая очевидная полезность ассистента – это управление. Нажать на какую-то кнопку, сменить страницу, запустить видео – это и многое другое нам помогает сделать наш виртуальный помощник. И работает это очень просто. Ассистент слышит фразу, отправляет команду на фронт-приложение, которое, в свою очередь, приводит к изменению экрана. Конечно же, ассистент отвечает на вопросы. Мы что-то не нашли, недопоняли, хотим уточнить. Он всегда рядом и готов помочь. Например, рассказать, как долго готовятся маффины. Также ассистент всегда находится рядом с нами и сам может проявлять какую бы то ни была активность. Например, посоветовать использовать теплую воду для разведения дрожжей на соответствующем шаге готовки. Ну и, как говорится, последнее, но, на мой взгляд, самая крутая функция нашего помощника – это поиск. Ассистент помогает искать. Нет ничего проще, чем просто попросить то, что вам действительно нужно. Например, у меня есть бутылочка Sauvignon Blanc. А моя подруга просто обожает итальянскую кухню. Я быстро могу подобрать пасту или ризотто для романтического вечера простым запросом итальянских ужинов к белому вину. А теперь давайте посмотрим, как вся эта красота работает. Как я уже говорил, Canvas App – это обычное классическое веб-приложение, которое абсолютно ничем не отличается от любого другого. На девайсе есть WebView, который является небольшим уменьшенным браузером. Он, в свою очередь, отправляет запросы на веб-сервер для получения JavaScript статики. Развернув ее в WebView, мы можем подтягивать данные с абсолютно любого внешнего бэкэнда. После этого мы подключаем JavaScript к библиотеку Assistant Client, чтобы начать взаимодействовать с модулем Assistant SDK. Через него мы будем отправлять команды, которые именуем сервер-экшены, и голосовые запросы в нашу систему Smart NLP. В ней происходит предобработка и маршрутизация до внешнего сервера, который мы именуем SmartApp Backend. Там располагается вся логика обработки запросов пользователя и принятия решения о том, как лучше отреагировать. Эту часть можно сконфигурировать и захостить в инструментах SmartApp Studio. В частности, в своих приложениях мы также выносим сложную логику во внешний REST сервисы. А теперь давайте поговорим, как происходит анализ сказанной фразы. Нужно начать с того, что все диалоги с нашим пользователем являются целевыми. Человек пришел к нам не просто поболтать, у него есть определенная потребность. То есть во всех фразах есть какое-то намерение. Его мы обычно именуем интентом. Давайте разберем это на конкретном примере. Пользователь обращается к ассистенту и спрашивает, будет ли сегодня дождь? Или говорит, расскажи мне прогноз погоды. Все эти фразы объединены общим намерением. Пользователь хочет узнать погоду. Это и есть интент. По сути, первая задача, которую мы решаем, это отклассифицировать или определить, какой интент скрыт в сказанной фразе. Следующее понятие, которое мы обсудим, это именованная сущность. Сущность или NER это поясняющие детали во фразе. Она определяет тип данных, которые мы можем извлечь из нашей фразы. В нашем примере хорошо видно, что присутствуют сущности даты и места. Дальше идет слот. Слот это непосредственно та переменная, куда мы положим значение извлеченной сущности. Иногда случается ситуация, что нам не хватает данных, чтобы дать корректный ответ пользователю. Например, чтобы рассказать, сколько будет градусов за окном, надо знать, где и когда погода нам нужна. Для этого мы начинаем последовательно уточнять у пользователя интересующие нас параметры. Такой процесс называется слотфилингом. Стоит заметить, что нужно быть очень аккуратными со слотфилингом. Частые вопросы могут расстраивать пользователя. Некоторые параметры лучше заполнять дефолтными значениями и давать возможность их поменять в процессе общения с ассистентом. Ивент это любое событие в ассистенте или фронтенде, на которое мы можем отреагировать. Например, сработал таймер, пользователь нажал кнопку, загрузилась новая страница. Это все события, требующие внимания. Следующий пункт, который нельзя не обсудить, это реакция ассистента. Первый из них это синтез. Ровно то, что мы привыкли слышать от голосовых помощников, когда к ним обращаемся. Второй это подсказки или саджесты. Это кнопки в нижней панели ассистента, которые помогают пользователю понять, как лучше построить свой запрос. Третий тип реакции – команды на фронтенд, чтобы что-то в нем изменить. И четвертый, очень важный, это эмоции. В нашей системе есть три различных ассистента – Афина, Сбер и Джой. Каждый из них обладает своим характером и стилем общения. Помимо этого, они могут по-разному реагировать на фразы пользователя. И это можно обыграть эмоциональной окраской нашего лавашара. Чуть позже я покажу, как это сделать, а пока пойдем дальше. Последнее понятие, которое мы сегодня обсудим – это сценарий. В нем лежит вся логика работы смартап-бэкэнда. Сценарий представляет из себя классическую машину состояний. По сути, у нас есть множество различных стейтах с реакциями и условиями на переходы. Посмотрим это на примере сценария про погоду. У нас всегда есть входная точка, где мы можем поприветствовать пользователя и рассказать о возможностях. Дальше, в зависимости от его потребности, мы уведем его в одну или другую ветвь сценария. А сейчас давайте посмотрим, как это будет выглядеть на нашем девайсе. Привет, Джой! Привет, это Джой. Рада слышать любимого пользователя. А расскажи про погоду. Сейчас минус пять. Пасмурно. Ветер крепчает. К вечеру будет свежо. Погода – это классический чатап. Давайте посмотрим, какие еще есть приложения в системе. Джой, а расскажи, что ты умеешь? На этот запрос нам сразу же открывается каталог. Тут собраны уже десятки самых разнообразных приложений, созданных разработчиками. Все приложения разделяются на категории для более удобного поиска. Тут можно вживую посмотреть, что из себя представляет каждый из типов приложений. Давайте рассмотрим Canvas App Easy Travel. Здесь собраны самые лучшие гиды по музеям, выставкам и произведениям искусства. А истории о них рассказывают известные люди. Выбирайте экскурсию. Easy Travel – это онлайн-аудиогид по самым интересным музеям мира. В каруселике на главном экране собраны различные экскурсии, которые мы можем посмотреть. Например, Джой, открой пятую экскурсию. Тут мы можем детально посмотреть, какие экспонаты нас ждут, а также начать просмотр самой экскурсии. Теперь мы готовы перейти непосредственно к разработке, с чего и начнем следующее видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, задавайте вопросы. Будем делать Canvas App вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!